Вспомним простые вещи. Из чего все-таки слова делаются? Из морфем. Из народа. То есть, ну из сложного я бы не сказал, а слово помню, да, ничего не значит. Из букв. Ну из букв, конечно. Помните, наши прекрасные морфемы. А по сути, не по сути. Ой, может быть еще соединительная класса между двумя парнями. Может быть, по сути. Может быть, два, может быть, три. Может быть, естественно, окончальное. И постекс. Может быть, согласен. Постекс. Да? Ну, а здесь слов с постексом у нас не так много, правда? Дело лица. Отвечательно. Для начала у нас просто постекс один. Кстати, откуда наш постекс возник, понятно? Для корни, окончальное. Что-то, это окончание? Нет, это маленькое-маленькое отступление. Сям. Что вы пишете? Отступление, но оно нам похоже. Глагон вытся. Где? Какая разница, где? Корень. Топ. Кстати, тут интересная вещь произошла, да? Ничь. Вот так, на самом деле, да? Уау, вот так. Такое в русских словах не редкость. И постекс все. Откуда это возникло? Давайте подумаем. Слушай, если речь зашла о постфексе. Что это? Что такое? Что такое? Что такое? Нет, 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 нет. А постфекс? Что такое постфекс? То, что стоит после окончания. Да. После окончания. По-русски, как правило, либо ся, либо си. Древний русский глагол «мытий». То есть, естественно, «мыть». Правда? А мыться? Окончание «тий» нам тоже знакомо, правда? Оно и сейчас есть в наших словах. «Пойти», «прийти», «уйти», да? И так далее. Плюс к нему прибавлялось вот такое странное местоимение. Ся. Ся. Это считается как «я». Только можно немножко в нос, да? Ся. Ся. То есть, «мыть себя». Понятно, о чем речь? Да. Да. То есть, «мыть ся» — это «мыть себя». И «ся» по происхождению. Это когда-то отдельное слово. Когда-то, давным-давно было. Оно давно приросло к словам нашим. Стало толстфиксом. Далеко не всегда стало означать «себя». Потому что, конечно, «мыть ся» — это «мыть себя», правда? Да. А скажем, «целоваться». Целовать другого. Это что, «целовать себя»? Нет. Нет. Или «обниматься». Обниматься. Нет, конечно, и себя же обнимать, правда? Можно себя обнять. Можно, конечно, себя обнять, но мы говорим «обниматься». Да? Может, я целу? Обнимать один другого. Целует один другого. И еще одно значение этого сеанса. Собака кусается. Она кусает меня. Себе? Она не кусается. Кошка царапается. Она явно не царапает себя. Это действие направленное на другого. Действие направленное на другого. Такое тоже и есть. Есть еще одно значение. Скажем. Нитки рвутся. Их кто-то рвёт? Они рвут себя? Нитки рвутся. Они сами рвутся. То ли они старые, то ли плохие. Или кошки раздрала. Может быть. Но это все. Может означать еще что-нибудь. Да? Или в лесу тонкие губы. Кошка пилкается. Оказывается, у пострица ся тоже есть куча значений. И далеко не всегда это означает себя. Хотя по происхождению ся это именно себя. Ся. А, просто когда, например, тебя целу, да? Это как бы себя имеет в виду. А потом. Не подумал? Ну, пожалуй, да? Итак, пострица ся по происхождению имеет значение ся. А, ся, да. Двух человек. Мя. А, кстати, догадайтесь, как бы меня, по-старославянски. Мя. Если себя. Мя. Мя. Конечно. Мя. Мя. А вы это любом написали? Ну, я могу вот так написать. Фрорсически, да? Писалось. Чем-то на двойное А похоже. Мя. Чем-то на двойное А похоже я даю. Кстати, этот мя у нас тоже где-то осталось. Можете подумать сами уже. Сейчас без меня, да? Где? Просто подумайте. Солом. Мя. Вся. Себя. Это, действительно, наши старые местоимения. Эти местоимения с течением времени приросли к словам и стали... А чем они фострексом? Ну, в данном случае это верно и фострексом. Да? Да. Так что приставы. Расставы. 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 Да? А, я знаю. Здесь помнишь, да? А, я знаю. Еще одну вещь. Когда, может быть, сначала Па было даже... Альяна? Точнее, КО. Было, может быть, сначала даже и... Эти... Альяна? Альяна? Альяна тоже постфикс. Ну, Па не когда, конечно. Глобом былом. Нет, ПО. По при глобом былом, конечно. Да. А затем еще приросток. Присоединилась, затем приросток горня. Вот бывает. Присоединиться, прирасти, да? И мучилось то, что мы называем переразложением. Оно вам понадобится чуть-чуть, погодя. Не сейчас. Переразложение. Кстати, почему нам колебания ложь? Потому что же. Потому что же. В конце правда так. О, там движение, кстати. Переразложение. Переразложение. Вау! Круто. Раз, два, три, четыре, пять. Можно ли? А у меня? Раз, два, три, четыре, пять. Ну это не страшно, бывает и больше. Порфем в слове, правда? Что такое переразложение? Давайте подумаем. Вот оно когда-то, это словечко, раскладывалось по одному, а сейчас раскладывается совсем по-другому. Переразложение. Это на самом деле лингвистический термин. Кому интересно залезть в лингвистическую самопедию, посмотрите, что такое переразложение. Это значит, что со временем слова стали делиться жалоб темы. А сколько может быть? Во всем же слове. Ну может, если его забрать. Ну по-русски, ну, семь, восемь. А в германии? Вряд ли лучше. А в германии? В германии проще, потому что можно к корню присоединять один к другу. Таким, помните то слово нам говорили? Да помню, конечно.